Дверь с ноги, как говорится, Крейт вещает, и это срочное включение, ведь появилась информация про грядущее обновление на Блэк Раше. Поэтому, если хочешь знать, что будет в обнове, обязательно смотри видеоролик до самого конца. Сегодня я хочу разыграть среди моих подписчиков вот такой вот Full Tune Zazic. Дальше у нас будет вот такая вот Toyota Mark II, и третий победитель у нас заберет Mazda RX-7, тоже Full Tune. Для участия тебе обязательно нужно поставить лайк под это видео, подписаться на канал и скачать Блэк Раше именно по моей ссылке в описании. И, конечно же, забрать приз можно только на через Блэк Раше, потому что здесь играю я. За последние 2-3 дня Кирилл Гордеев, Кирилл Вовк не показывали нам, ну, прямолинейных сливов грядущего обновления. Я имею в виду вот такая вот, например, картинка с обновленной автошколы, например, новая моделька той же военной газельки. Но и без официальных сливов от разработчиков я накопал очень много интересной информации. Первое. Я нашел вот такой вот интересный комментарий под одним из постов от Кирилла Гордеева. Кирилл Гордеев это тот человек, к которому обычно игроки кидают свои идеи в комментариях, а он отвечает на них, как относится к этому команда разработчиков Блэк Раше, будут ли они это реализовывать или же отложат эту идею. Так вот, этот комментарий, который я вам сейчас показал, самый залайканный под тем постом, и его проигнорировал Кирилл Гордеев. То есть, он его 100% видел, потому что это самый залайканный коммент, однако он на него не ответил. Хотя, если мы прочтем этот комментарий, то тут, в принципе, очень живая проблема у игроков. Это переполненный инвентарь аксессуарами, всякими масками и чем только попало. И игроки очень просят того, чтобы в грядущем обновлении увеличили им или инвентарь, или дали возможность где-то складывать все эти аксессуары. Где-нибудь в доме, в гараже, в машине. У меня лично тоже была эта проблема переполненного инвентаря, но я ее решил просто тем, что раздал скины и аксессуары, которыми я на данный момент не пользуюсь, подписчикам. Ну, а самое интересное, что этот же вопрос Кириллу Гордееву задавал совершенно другой человек, но на стриме в чате. И Кирилл Гордеев его прочитал и, в принципе-то, ответил, что это секрет. Если бы ответ на этот вопрос был точно нет, он бы так и сказал, что эта идея лежит на втором, третьем плане, но точно не на первом. Ну, а раз ответ на вопрос был секрет, значит что-то подобное, связанное с расширением инвентаря, будет в грядущем обновлении, но разработчики сейчас не имеют желания нам спойлерить и портить интерес к обнове. Возможно, вообще инвентарь разработчики в этом обновлении не будут трогать, просто сделают возможность в доме, в квартире выкладывать аксессуары, как, например, сейчас мы можем выкладывать или, наоборот, брать патроны из шкафа. Короче, возможны самые разные варианты решения проблемы переполненного инвентаря, но то, что разработчики этим прямо сейчас занимаются, 100%. Также стало известно, что в грядущем новом обновлении не добавят лучших, более высокооплачиваемых работ, чем в строительной или транспортной компании. Потому что на вопрос, будут ли в обновлении работы для 20-х, 25-х, 30-х уровней, ну, в общем-то, для олдов, блокраши, будут ли работы, Кирилл Гордеев ответил, что нет, поскольку они ориентируются сейчас на новичков, которых больше всего на данный момент на блокраше. То есть разработчики хотят добавить больше разнообразия в геймплей именно новичков, то есть добавить новых начальных работ, у которых будет, возможно, больше заработок, но и работа в целом не такая однообразная и более интересная. Также не будем забывать о том, что Кирилл Гордеев на том же стриме рассуждал о добавлении железнодорожного транспорта на блокрашу. Ну, типа электрички, метро, поезда, что-то из этого они точно хотят добавить на дальние расстояния для того, чтобы облегчить трафик, ну и в целом добавить рп в игру. Потому что железнодорожные пути проложены через всю карту блокраши, но при этом они еще ни разу не использовались. Хотя совсем не исключено, что если будут добавлять метро или поезда на блокрашу, то могут совсем изменить траекторию железных путей от нынешних. Так как в любом случае при добавлении железнодорожного транспорта нужно будет с нуля строить вокзал, наземные, подземные станции. Ну, короче, очень много инфраструктуры, поэтому железнодорожные пути могут появиться там, где их не ждут. Пока это вся нарытая информация на сегодняшний день. Если появится что-то новое, что-то интересное, я обязательно об этом вам расскажу в новом видео про обновление. Поэтому подписывайтесь на канал с колокольчиком, чтобы ничего не пропустить. А для вас, как всегда, старался Крейт. Еще услышимся, ребятушки. Пока-пока.